такси привет ребята первый день москве из двух короче сейчас сегодня кстати москве не было легче проснуться сейчас пол второго уже какое-то время не сплю что я делала умелись никакой кофе не пила у нас тут нет кофе-машинки она осталась на даче поэтому сейчас мы идем за кофе чуть-чуть подкрасилась причесалась я вчера помыла голову перед сном и даже не причесывалась прикиньте так устала что решила даже очень пофиг но она из-за этого она не очень ну волосы не очень красивые такие пористые какие-то все в разные стороны какая-то короче идем за кофейком капутинкой большой потом зайдем в пекарню наверное так давно не ходила в пекарню нашу не то что наша в районе я вот так вот нарядилась джинс табрик короче дитэйлс дитэйлс но я просто нарядилась в джинс в кроссовке надо немножко походить не в головах не ну нормально тепло кстати вчера ночью был дождик я очень надеюсь что у нас на даче тоже в это время шел дождь поливал травку нашу и вообще сегодня не капец жара может быть из-за того что еще типа начало дня хотя обычно в это время уже должна быть супер жара еще пока меня не было пока мы были на даче мне пришло несколько посылок но не ко мне домой а к менеджеру кириллу охренеть что это пока нас не было открылась какая-то огроменная крутая пекарня здрасте офигеть ребята я шоке мы как будто бы в турции и типа за эти где ты подходишь к шведскому столу это все вкусняшки выложены за это мы многое с тобой пропустили мы выпустили мы посадили дрову у нас начал расти газон а за это время здесь открыли офигеть большую какую-то классную кафешку решили не брать кофе мы взяли только сэндвич потому что все таки до большое заведение но нам кажется что вдруг там кофе будет не такой шикарный как маленькой кофейне куда мы обычно ходим все ресницы готовы у меня сейчас глаза немножко такие типа чего это было потому что я где-то два часа лежала на ресничках выглядит так как будто их килограмм вот так я так и знала что мне будет так непривычно вот я на них смотрю и вроде бы их не до хрена ну типа да их много по сравнению с тем что было но я смотрю и вижу то что а ну как бы ровно аккуратно как сказать натурально но тебе не так много как раньше я делаю не конечно такие все свежие они еще потом распущаться волосы надо поправить такой пучок у меня конечно я просто распускала волосы пока лежала на ресницах чтобы это ну на этом же не полежишь и пока шла вот так вот завязала класс я рада я все равно очень рада ваша ресницы зашла еще взяла копьёчек и завтра я все-таки сделаю еще маникюр ну такой тип быстрый вариант просто снять этот цвет покрыть новым и фрезой вокруг обойтись просто чтоб почистить прям жесть и жесть их хотя ну короче нет просто по времени я хочу чтобы по быстренькому не хочу вот это вот разум солево сделать идеально нет обычно просто сделать просто обновить красоту и самое главное педикюр я думаю все таки снять магниты все-таки отвезем их на дачу почему бы и нет на сегодня у меня осталось одно дело съездить в нашу новую квартиру в которой мы еще не начали мне нужно туда съездить проверить как там дела по кое каким моментом уточнить посмотреть там уже вовсю люди делают ремонт но не до этого но у нас у нас честно нет финансов сейчас начинать ремонт в квартире и наверное все таки хочется дождаться какой-то стабильности в жизни хотя когда она будет да стабильность она вообще это что ремонт в этой квартире обойдется не меньше пяти миллионов это я взяла прям минимум вот почему потому что свой ну что на 5 миллионов такого хотите самое шикарное дорогое нет самая обычная самая просто ну красивая да но нормально обычно без всяких понтов и так далее просто там голые стены бетон то есть в любом случае выйдет дорого ну как бы для минимум взяла просто когда в этой квартире делали ремонт тут уже был какой-то ремонт уже ну то есть тут конечно все сдирали убирали и так далее тут уже что-то было понятно и в этой квартире ремонт обошелся там по тем временам ребят это было блин дохрена лет назад мне было 16 по моему когда здесь делали ремонт короче около четырех миллионов что ли три с половиной и если я не ошибаюсь я тогда не сильно интересовалась бюджетами но я помню что вот что-то такое это просто сделать здесь ремонт хотя тут по сути уже чё-то добыло хотя мы тут ну мне кажется все меняли вот а там ни хера нету вообще там вообще ни хера нет даже стен понимаешь поэтому пять миллионов это я взяла такой прям ну прям прям мизер я бы не хотела тратить больше семи миллионов на ремонт хотя вот я знаю это звучит трэш на эти деньги можно купить квартиру ну однушку как минимум где-то можно купить но даже в москве я знаю но это я не знаю я просто говорю о том я не знаю как будет потому что сами понимаете сейчас все очень дорого то есть раньше да вот сколько-то лет назад там семь лет назад или сколько раз делали ремонт три там с половиной миллиона на ремонт это казалось ну тоже как бы много очень даже много и вообще тут на самом деле очень не дешевая мебель в этой квартире если честно ну как бы диван был очень дорогой кровать та же сам то все было ну реально не дешевая то есть и ничего по бартеру здесь не было реально это у нас еще есть шансы возможности что-то придумать намутить как бы да по сотрудничеству да даже плитку какую-то представляете сегодня мне написали по плитку не хотите по бартеру со скидками ну вот в квартиру в ремонт но конечно какая в жопу плитка месяца нет я теперь хочу бассейн под куполом сейчас ко мне в гости заедет мама они саши приехали в москву потому что скоро 1 сентября и нужно подготовиться к школе саше купить костюм потому что он растет малыш такой ну короче там какие тут эти вот дела то что надо детям перед школой вот я в этом пока не разбираюсь и знаете не грущу я как вот представлю что когда появятся дети да конечно надо будет пожить где-то около шести семи лет ну да ребенку вырасти прежде чем пойти в школу но ведь когда он пойдет в школу или она или в садик это же мне придется рано вставать или славину все равно придется рано вставать собирает жопу целовать о боже мой вести потом забирать уроки делать ладно первый класс еще я помню 24 а дальше химия биология и так далее это же за репетитор платить это же к егэ каким-нибудь готово все может быть их кстати отменят тому моменту я можно конечно вообще ребенка не воспитывать не учить это уже зависит от родителей но конечно же мы захотим и будем разумеется вкладывать в наших детей все самое лучшее что мы можем им дать это нормальное желание любого любящего родителя поэтому я уже говорю о том что это же все это все поэтому пока отдыхаем ничего когда-то придет момент жизни знаете я я хочу детей я люблю детей но я вот просто живу и живу вот как бог даст как получится как жизнь сложится тем более я наслаждаюсь сейчас моментом просто момент реально я живу здесь и сейчас что со мной бывает крайне редко и я точно знаю что когда у меня появятся дети я уже никогда не смогу вернуться вот в этот самый момент стоять не переживать за своего ребенка где он там гуляет а никто его там не обидел а в садике там у него все хорошо бужи это он не плачет ну типа я уже сейчас я ни за кого по сути не переживаю я просто пью капучино у себя на кухне я вернулась домой была я не дома ездила с мамой сначала по моим делам потом съездила по ее делам чем мы с вами займемся интересным собирать то мне некуда в общем мы с вами будем собирать все что захотим то что повезем на дачу я пока не знаю что я хочу забрать но вот я смотрел например на эти шарики водяные да ну вот эти которые я раньше собирался все и со всяких стран и вот я думаю что им тут делать надо их тоже на дачу отвезти короче посмотрим что тут собираем я на сегодня закончила все дела которые планировала конкретно на сегодня завтра у меня стрижка вилы и маникюр педикюр и все и мы поедем на дачу в принципе так что ооо единственное что нам надо сделать это собрать вещи чтобы поехать на дачу не с пустыми руками так я если честно даже не помню что там под кроватью у нас интересного есть точно что-то интересное есть сейчас мы это посмотрим так да тут много всего у меня здесь есть коробка с вивениными игрушками такая мамочка сумасшедшая бумажка Вив иди смотри сколько тут игрушек твоих аааа блядь блядь сколько игрушек а вот этого помнишь? помнишь? кстати из между прочим Амстердама привезли эту игрушку аааа НИЕЙО СИБЕ а вот этого тигренка помнишь? ты его любила хихихихихи На, на, иди сюда, на, на, на. Короче, я не знаю, что с ними делать. В Москве она в них не играет, не знаю, будет ли она в них играть на даче. Я ей всякие покупала, потому что мне хотелось ее закидать игрушками, потому что я ее люблю. Последний год, наверное, вообще никаких игрушек ей не покупаем, потому что у нее есть две любимые. Это фламинго, который всегда с нами везде путешествует. Реально, она просто его обожает. Это ее самая любимая игрушка. Фламинго и, сука, то ли это еж, то ли сова. Ну, вроде еж. И такая круглая игрушка, еж, типа. Вот она их только любит. Маленькие она как-то не любит. Ни шарики, ни мячики. На, иди сюда. Не, ей вообще пофигу. Понюхал его, и все. Так что да, вот тут еще и сова. Бери, смотри, какая сова. Все-таки дети, наверное, больше все-таки в разные игрушки играют, чем в собаке животных. Хотя есть животные, которые обожают игрушки. Ирина, иди, я тебя обниму, Вивочка. Иди, Заяц, смотри, кто ей там. Обнимемся. Вивочка, иди сюда. Давай, подойди сюда. Давай. Давай, иди сюда. И Заяц, а можно тебя обнять и погладить? Вивочка-собачка. Вивочка-собачка. Думаю, миленько. Мивочка. Мивочка. Мивочка, привет. Привет, Мивочка. Привет. Мивочка, давай дружить. Мивочка, привет. Сейчас мои хейтеры просто... Да, давай, все. Мы тебя ненавидим. Терпеть не можем. За то, что я такая сопливая. С тушкой и собачкой, как с человечком. С тавливой. У тебя прямо сейчас Мивочка. Шлетка-невочка. Привет, привет. Привет, Мивочка. У кого хвост электризованный? Привет. Ой, как она обнимается с этой совой. Мивочка. Чирик-чирик. Здесь мой колесик. Пошли, аккумулятор новый возьмем. Так, ну что же нам с этим делать? Можно тоже на дачу отвезти. Но на дачу с этим что делать, да? Сколько я игрушек этих... Это маленькая коробка. У нас тут еще большая есть. И птенчики. И зайчики. И вот еще зайчик без глаза. Вытащенный глаз у него. Он, кстати, с ним она играла. И вот такой вот хорошенький персик фиолетовый. И вот такой вот ежик. Трясешь его. Это вообще кошачья, по-моему. И вот такая мышка тоже кошачья. Это вообще, кстати, мне мастер по маникюру. Моя. У нее тоже две собачки. И она нам с Ювочкой дала вот такую мышку. Потому что ее собачки, грифоны у нее маленькие, такие миленькие. Смешные собачки. Они играются вот с такими мышками. Любят. Хотя это кошачья, но они такие, ну, прыгают. Смешно. Ну, короче. Она нам дала для Вивочки. Вивочка в одно время игралась с этой мышкой. Но потом что-то как-то... Вива любит игрушки побольше. Вообще скоро осень, зима. И все это было бы странно отвозить на дачу. И в Москве пригодится. Хрен знает. У меня тут столько всего. С другой стороны, я не знаю, когда мы с дачи в итоге уедем так, чтобы прям нормально так прям уехать. Короче, не знаю. Я, конечно, вообще не спешу. Да. Тут у меня есть сковородки и кастрюли. И они не для индукционной плиты. У нас как раз на даче не индукционная плита. Там обычная, ну, электрическая и газовая. И я думаю, что это как раз подойдет. Мы со Славой специально разбирались на кухне и проверяли, какие сковородки и кастрюли для индукционной, какие нет. И вот это тоже можно отвезти на дачу. И там уже будет проще разобраться. Что-то маме, может, отдам. Правда, я не знаю, какая у них индукционная, наверное, плита. Хорошая. Пригодится. На даче пригодится. Блин, а пылесоса-то у меня и нет. А тут все это в пыли. Потому что сюда залетает. Короче, я уже хочу все это отвезти на дачу. Там проще с вещами разбираться. Это во-первых. А во-вторых... А во-вторых, мне хочется там жить. Много. Вот это точно. Лето заканчивается. Тут много вещей, которые спокойно можно везти на дачу. Несмотря на то, что я дома здесь убиралась, перед тем, как мы уехали на дачу, прям хорошенько полы мыло, пыль протирали. Все, короче, раковины, все, туалеты, все отмыло максимально. Но мы все равно... Наверное, надо закрывать все окна. Но мы все-таки одно окно на кухне оставляем открытым. Потому что если закрыть все окна, то это просто трэш. А еще я забыла. На кухне-то у меня цветок стоит. Я про него совсем забыла. И в прошлый раз, когда я приезжала, я ему даже воды не подлила. Там система самополива. И, ну, просто заливаешь воду. И надолго типа хватает. Я забыла. Так, у нас тут полно всяких шерц. Зачем нам это здесь? Надо все это везти туда. Вот тут, Слава, какие шерц есть. А он там ходит в одних. Вот такое платье у меня есть. Какого черта оно у меня здесь все? И вот такое платье. Надо было сразу все это везти туда. Ну, глянь, какая красотища. Так что все это пусть едет на дачу. А там я уже с этим разберусь, отсортирую. Все равно я здесь, в Москве, в платьях по улице не гуляю. Лето уже заканчивается. В любом случае, там этому место. А потом привезу сюда, если что, обратно вот эти контейнеры. Так что я даже разбирать не хочу. Все, пусть это все едет туда. Нам на даче тоже предстоит много разбора вещей. Потому что я, по сути, в вещах там не разбираюсь даже. Ну, я занимаюсь типа садом, огородом, улицей. Потому что пока тепло, хочется там навести порядок. И как раз, когда начнутся дожди и всякое время, можно будет смело заниматься всякими делами в доме. Разбирать вещи, стирать, гладить. Все, чтобы было как новенькое. Потому что у меня, к сожалению... Ну, как к сожалению, к счастью. Из-за большого количества вещей. Лучше, когда много вещей, чем их нет. Правильно? Логично. И из-за того, что у меня очень много вещей, некоторые вещи иногда лежат в не очень хорошем состоянии. Точнее, долго могут находиться под кроватью. Ну, не то, что воняет, но начинается такой вот запах. Типа, ну, как с прелости. Я не знаю, сырости, может. Даже не сырости, хотя у нас не сыры. Ну, короче, не знаю. Я думаю, вы поняли, о чем я. И хочется все перестирать. Привести в какой-то божеский вид. Погладить. Какие-то вещи сразу начнут, ну, как-то, знаете, заново оживать, что ли. Короче, смотри, что же тут идет. Ну, а дальше, собственно говоря. У нас там, кстати, я смотрю, какой-то чемодан, а что в нем интересно. Тем более, и еще я очень надеюсь, что сегодня Кирилл отправит мне посылку, менеджер. К нему домой пришли вещи. По-моему, несколько посылок. Бренды, шоурумы, короче, одежды прислали мне наряды. Мне не терпится это все посмотреть, увидеть. Я специально дала адрес менеджера, потому что, ну, как бы, у меня в Москве нет и так далее. Родители тоже были на море. И вот я отправила Кириллу. Так что мне, конечно, безумно интересно все это померить, посмотреть. И уже как-то вам тоже показать такую красоту. Так, а здесь что-то тепленькое, кстати говоря. Кстати, охренецкий комбинезон. Я в нем вообще на улице не гуляла ни разу. Останется только все это погрузить в машину. Но для этого у нас есть место. Но я, конечно, больше всего жду увидеть газоны. Что-то тут. И, кстати говоря, я уже рассказывала, но повторюсь еще раз. Для тех, кто говорит, Юля, опять ты везешь все на дачу, хлам. Нет, поверьте, мне на даче куда проще разобраться с одеждой. Ну, как-то отсортировать то, что мне реально нужно. То, что мне понадобится еще здесь, в Москве, например, в городе. То, что мне пригодится на даче. И то, что мне абсолютно не нужно. То есть мне там проще отсортировать. Почему? Потому что здесь, в Москве, я смотрю, а мне это надо? Оставлю. Вдруг на даче пригодится. Понимаете? Я ничего не могу здесь как-то выкинуть, отдать. Мне это тяжело. Потому что мне всегда кажется, что мне это пригодится, например, на даче. Или еще где-то. Понимаете? И это сложно. А когда я привожу на дачу, я там уже могу понять, пригодится мне на даче или нет. И пригодится ли мне это в Москве или нет. То есть мне как-то там проще разбираться с вещами. Поэтому придется сделать такую махинацию туда-сюда возить. Но ничего. Ничего. Чувальники туда отвезем. Я там разберусь во всех шкафах. Наведу красоту. Ребята, у меня же еще есть обувь. Ну это, конечно, трэш. Так. Что у нас тут? А, это прям стопуяк вообще на дачу едет первым классом. В первом самолетом. Это точно мне тут не надо. Это чисто прям, это прям, мне кажется, собиралось для дачи. А что? Кто знает, может мы туда жить переедем. А у меня уже там все. Уже половина дел сделана. Да, под кроватью осталось пыль и три подушки. Сижу на своем любимом месте. Тут обычно у меня стоит комната, но сейчас он на даче. Короче. Я лежала, читала комментарии под 20... Какой он там? Вот, по идее. 22-й влог. Что я могу сказать? Есть люди, которые просто... Ну что-то им не понравилось, они оставили комментарий. Я их понимаю. Бывает. Но есть люди, которые невнимательно слушают мои слова, их перевирают, перекручивают, оставляют комментарий. Кто-то, кто так же невнимательно послушал, прочитал этот комментарий, подумал, что именно так там и было. Я такой... Значит, читаю. Часто пишу тебе хороший комментарий. Но сейчас я немного в шоке с того, что Слава не захотел оставлять эти фотографии на стене. Как это понять? Это твой дедушка, который тебе посвятил свою жизнь. Он тебя любил больше всего, и вы тупо не захотели его фотографии. Екатерина написала, что Слава... То есть, как она это все услышала, ну, приняла, да, информацию, что было, значит, так. Приехала, значит, Слава на дачу, где я выросла дома. И у дедушки говорили, знаешь, снимаем нахер все эти фотки, все нахер сносим, и вот будет класс. Вот что, слышите, Екатерина, что я говорю в видео. Мы сняли фотографии, но Слава не захотел убирать мою детскую фотографию. Так она ему нравится. Блядь. Вы меня, конечно, извините, я оставила комментарий этой девушке. Спасибо ей за ее предыдущий хороший комментарий, как она говорит, но это меня просто поразило до глубины души. Знаете, как вот... Как появляются сплетни, как разносятся сплетни. Вот кто-то что-то сказал, другой что-то не послушал, подумал, что так и было. Здесь на этом комментарии 6 лайков. 6 лайков. То есть еще 6 человек. Такие... Реально? Как так можно было? Какой Слава плохой? Я специально переслушала, что я говорю в видео. Слава не захотела убирать вот эту фотографию, где маленькая, а вот здесь висит наш портрет с асфальтой. И вон там мы оставили... Специально она включила. Слава не захотел, не захотела убирать фотографию. Блядь, ну просто меня это жутко бесит. Я где-то, я не знаю, сколько минут посвятила вот этой речи о том, почему мы убрали какие-то фотографии. Я оставила фотографии с дедушкой, с папой, но все остальные я решила убрать, потому что мне кажется, что это правильно, это нормально. И мы повесим туда со временем новые и другие фотографии, новые фотографии, ну более свежие, и с дедушкой, и с моими братьями, и с моей мамой. Ну типа, что за херня? Как можно было такое написать, если я абсолютно другое говорю? Короче, до сих пор я в шоке с того комментария. Не знаю, мне это просто неприятно, потому что я не знаю, зачем так делать. Если вы собираетесь написать какой-то комментарий в духе того, что вот, меня задели твои слова, или почему так, а не так, ну типа, сначала послушайте внимательно вообще, что я говорю, потому что вот так сильно, так жестко прям перекрутить мои слова, ну это просто трэш. И знаете, самое обидное, что так делают достаточно часто. Вот даже в прошлом влоге я зачитывала пост, который выставил паблик по поводу моего комментария насчет переезда Карины и Оскова в Америку, что я там как-то очень аккуратно говорила, чтобы не обидеть Карину. Ну короче, вот такие вот, да, типа, чего, кого? О, обычно просто сказала свое мнение. Ну типа, блин, что за хрень? Короче, перекручивают, перевирают. Кстати, на Sims-то 92 тысячи просмотров. Я, конечно, знала, что летсплей немножко мне подпортит статистику на канале, ну потому что у меня все видео там 150 и выше тысяч просмотров набирают. Там 200, 190, 170, 169. Ну как бы приятно. Спасибо большое за просмотры такие. Мне правда приятно. Это меня вдохновляет и мотивирует снимать еще больше. Реально. И я знала, конечно, что Sims подпортит статистику, потому что все-таки Sims меньше, ну летсплей меньше людей захочет посмотреть, разумеется, чем влог. Но все равно 92 тысячи это здорово. Что бы еще такого на дачу увезти, да? Я вот думаю, может портреты мои увезти? Кстати, вот этот красивый портрет, его можно там повесить. Его, между прочим, грузин рисовал. Шикарный портрет, хотя он красивый и здесь смотрится. Это рисовал грузин Давид зовут. Давид. Мне, кстати, очень нравится имя Давид. Мужское. Но я не знаю, назовем ли мы так своего сына, но мне нравится это имя, скажу честно. В 2020 году нарисовали меня. То есть он реально рисовал сам карандашами, ну карандашом. И так красиво, конечно, с ума сойти. Этот портрет мне подарил отчим мой, Вова, на день рождения. И он его заказал как раз-таки у этого вот художника-грузина, который живет в Грузии. И он отправлял посылкой этот портрет из Грузии в Москву. Ну то есть это реально здорово. Это, знаете, не просто, не знаю, кто-то здесь на соседней улице нарисовал. Там просто, вот, то есть реально, и это мне очень, это приятно, мне очень нравится. И у меня этот портрет вот такой прям единственный, который стоит, и прям вот его, ну, видно хорошо. У меня тут тоже есть, кстати, такие рисунки, всякие портретики. Он идеально красиво бы, мне кажется, смотрелся на даче. Такой шикарный портрет как раз, мне кажется, дача, ну, дом. Это отличное место для таких портретов. Если ты стараешься в квартире сделать какой-то минимализм, то как раз-таки в доме, на даче для портретов, мне кажется, самое то. Но тяжело мне с ним расстаться, потому что он прям шикарный. Но у меня есть всякие классные рисунки. Но они, мне кажется, будут немножко странно смотреться на даче. Не знаю, куда их. Но в любом случае, но в любом случае тоже хочется много всего отвезти. А еще я рассказывала вчера в запрещенке нашей, в сторис, о том, что я поправилась. И да, я, короче, выставила недавно фотку старую, которую год назад делали в Турции, на море, я там в купальнике и так далее. И кто-то там оставил комментарий, что ну да, да, ты поправилась. Но типа это неплохо, тебе так даже хорошо. Ну типа все нормально. Ну и короче, и на самом деле, да, это реально трэш. Но я уже об этом во влогах говорила. Просто я посмеялась с того, что кто-то предположил, что это, ну знаете, типа не жирочек там какой-то, я обросла чуть-чуть. Ну типа, ну неплохо, нормально. А то, что я просто накачала мышцы, потому что я на даче дофига тружусь, что-то делала. Ну нет, на самом деле, я не знаю, может быть... Да не, вряд ли, я думаю, я думаю, вряд ли. Хрен его знает. Ну я вообще-то, я вообще-то накачанная девочка. Я вам не это, не какая-то сколопедра. Не, нормально, я накачанная девка. Короче. И вот я сейчас взвесилась, сейчас полдевятого, я вешу 52,1. Я не могу сказать, что я сегодня что-то прям много ела, я на самом деле сегодня особо ничего не ела. Капец. Я сегодня выпила два кофе, сосиску в тесте и кекс. Прикиньте? Ну сейчас слава приедет, мы еще Бургер Кинг закажем, хотя у нас есть и колбасочки, и хлебушек, и сосисочки. Ну короче, еда есть, но хочется нам чего-нибудь такого поесть. Короче. Вот надо было мне утром взвеситься, вот... Я не думаю, что сильно что-то бы изменилось, мне кажется, что я бы тоже весила, типа... Я думаю, что у меня теперь вес будет стоять 51-52, вот так вот. Хрена узнает, реально, ну просто раньше у меня было 48, всегда 48-49, это прям обожраться надо, чтобы вообще это вечером, ночью, когда обожрался 49, а так 48 всегда, вот последние годы три весила. А тут, блин, ну нормально, извините, 49-50-51-52, то есть это 4 килограмма... Это 4 килограмма? Я думала, я на 2 поправилась. Не, ну на самом деле, грубо говоря, 50 я весила. Бывало такое, что 50 вешу, ну то есть по сути, грубо говоря, ну на 2-3 килограмма я поправилась. Просто мне всегда казалось, что 2-3 килограмма особо роли не меняют, и особо незаметно. Но я сейчас вижу, что заметно, реально заметно. У меня попа появилась. Потому что раньше она у меня тоже была, я же раньше вообще 58 весила. Давно еще, еще лет, наверное, в 17-18, вот примерно в то время, наверное. Да, в то время как раз я весила 57-58. И вот, потом я похудела, ну на 10 килограмм, да, ни хера себе. Ну как, ну на 8, на 9 килограмм я похудела. Я не сидела ни на каких диетах, у меня был какой-то нервный срыв, какая-то херня, я уж не помню. Просто вот, ну, похудела и все. Вот ем все, что хочу, и не поправляюсь. Вот наелась, не доедаю. Хотя бывает такое, что вот любимое блюдо могу и доесть до самого конца. Но даже когда наелся уже. Но в основном, вот если я наелась, все, я не впихиваю в себя. Потому что я уже наелась. Типа зачем? Типа впихивать в себя, чтобы аж болевать, что ли? Ну, короче, нет, я так не делаю. И сейчас, ну, как раз последние 3 месяца, наверное. Короче, что-то изменилось в моем организме, как я и сказала. Может быть, тоже какой-то стресс повлиял. Потому что я за весну, за эту, да, ну, короче, сами, знаете, испытала достаточно сильный стресс. И я до сих пор все еще пребываю в состоянии того, что я понимаю, что произошло. И, ну, до сих пор не верю до конца, короче, в это. И, знаете, из-за того, что дедушка жил в Грузии, мне всегда кажется, что он просто в Грузии сейчас. И мне от этого как будто легче. Наверное, мне очень тяжело будет поехать в Грузию. И вообще, в принципе, я не стремлюсь сейчас туда поехать. Хотя, казалось бы, наоборот, было бы неплохо мне туда поехать. Но, знаете, мне как будто бы, как будто бы вот от того, что я думаю, что, ну, как я знаю, что дедушка в Грузии жил, да. И мне кажется, что он до сих пор там живой. И приехав туда, ну, типа, знаете, хотя я все прекрасно понимаю. Ну, типа, я же прекрасно все понимаю. Ну, это какая-то вот другая, знаете, вот что-то в глубине головы, что как будто бы, как будто бы мой мозг, он как бы меня такой, ну, типа, все нормально. Все хорошо, все нормально. Все нормально. Ну, я даже не знаю, что сказать. Что-то изменилось в организме, потому что, как я и сказала, что теперь перед этими днями я раздуваюсь, как какой-то шар. У меня никогда такого раньше не было. Я прям водой какой-то наполняюсь. Я становлюсь просто огромной. Мне кажется, я вообще все 56 вешу в этот момент. Я не знаю, почему так. Как только заканчиваются эти дни, даже вот ближе к концу, все вообще просто. Я опять смотрю на себя, думаю, да ничего вроде бы. Вроде схуднула опять. Хрен его знает. Не, нормально, я поправилась. Реально. Но я думаю, что я поправилась нормально. Ну, типа, знаете, не так, что в одно место все ушло. В лицо, например, как у меня обычно. Хотя лицо тоже у меня поправилось. Щеки появились стопудово. Я вижу. Но я думаю, что все равно как-то нормально распределилось все. Ноги у меня больше стали, да. Ляжки. Я это замечаю. Интересно. Интересно вот посмотреть на себя без одежды, когда нагибаешься, и посмотреть на спину. Потому что у меня, я же, ну, вообще типа 48-47, там, 48 килограмм при моем росте. 168. Ну, я иногда выглядела реально как кощей какой-то. Я иногда голая, например, в зеркало встану, вот когда 48, смотрю вот так вот. И у меня просто кости, вообще трэш. Все просвечивается, все кости, позвоночник. Я вот как кощей такой. Поэтому и мне каждый раз все, ну, там, родственники, да, близкие, знакомые, как с ними не встречусь. Ты еще похудела, что ли? Куда же ты худеешь? Не худей, остановись. Ничего не делаю. Я просто живу. Теперь, когда меня кто-то видит, говорит, ой, ну ты прям так хорошо стала выглядеть. А то ты вообще испарялась. И просто, а может быть, это из-за того, что я перестала курить Айкос. Может быть, может быть, из-за этого, потому что как раз. Но я думаю, что... Я не знаю. Я не знаю. Может, кстати, из-за этого. Но я не могу сказать, что я стала больше как-то жрать. Вот если говорить о том, что вот жрешь, и от этого поправляешься. Я не могу сказать, что я стала больше жрать. Не знаю. Может быть, это вот яйца я много ем и из-за них поправляюсь. Хвен его знает. Да, да. Когда будешь? Ну, мне осталось тут 10 минут. А, ну тогда я заказываю Бургер Кинг, а то ты мне не отвечаешь. А, ну я просто за рулем, зай. А, ну заказываю? Да, давай. Посмотрите на Виву. У меня завтра стрижка. Вив. Вив. Вива, посмотри наверх. Я его просто уже не узнаю. Вив, вот сюда посмотри. Вив, 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 вив. Ну, дай мама тебя покажет. Ну, ешки-матрешки. Да, Вив, ну, Вив, ну, я тоже тебя люблю. Е-мое, ну, я тоже тебя люблю. Ну, я просто хотела снять какая-то заросшая. А ты целоваться бежишь. Позик мой, позик. Ой, ну что такая ручка. На тебе палец в рот. На палец в рот. Когда была Вивочка маленькой, она любила с пальчиками играться. И пальчики в рот засовывала. Ну, чуть-чуть прикусывала слегка, как будто бы. А сейчас вообще не интересуют мамине пальчики. Почему? Дядя Чарыш. А, да, ты давай, дядя. И-ть! Муха в рот залетит. Муха в рот залетит. Случайная рекламная вставка. Слава открыл наш сайт на телике. На самом деле, да, у нас нету своего приложения сейчас, но спокойно можно через интернет на телике, если у вас есть такая функция интернет на телике. Нам надо пойти и всё погрузить в машину. Вот это всё. А ещё у нас дома так грязно, так грязно. И знаете, мне тут так всё лень. Вот я сейчас лежала, наверное, часа два, ничего не делала. Просто лежала и всё. На даче у меня нет ни минуты покоя, понимаешь? И мне там хочется что-то делать, а тут прям, я не знаю, давление. Я встаю с кровати, у меня, знаете, в глазах темнеет. Видимо, это... Не, не возраст, не... Воздух здесь тухлый. Лев, я хочу оставить скрытую камеру и за тобой наблюдать. Мы пошли со Славой спускать вниз все эти коробки, которые я собрала, а я оставляю скрытую камеру. Не знаю, произойдёт здесь что-то интересное, пока у нас не будет, но вдруг вы посмотрите, как Вилочка здесь лежит, ждёт нас, думает, ну почему они ушли, ну почему, а когда они вернутся? Так что пошли. Она сюда хоть пришла вообще? За 14 минут справились. Так, пока я здесь, в Москве, надо подумать, произмыслить, что я хочу... Магниты! Пошли, заберём магниты. Там они будут, ну, создавать уют, а здесь они нагромождают. Видите, какой грустный стал? Я уже заполнила водой, побрызгала и грызгаю весь день. Ну, это ему всё, с ним помогло. Короче, перед тем, как приехать в Москву, какой-то раз, когда мы сюда соберёмся на подольше, надо будет заказать клининг, потому что тут просто, ну, пыль, понимаете, пыль на тело. Так, вообще, я, конечно, люблю магниты эти, но на даче в целых два холодильника. Прикиньте, как круто будет, кто-то к нам на даче в гости приезжает и смотрит на наши магниты. Здесь мы редко гостей принимаем, а на даче часто, кстати. Да и на самом деле тут уже этот холодильник поцарапанный за этих магнитов, хотя я всегда старалась аккуратно их прицеплять. Ох, сколько ж эти магниты собирали. С другой стороны, если когда-то мы будем переезжать отсюда в новую квартиру, всё равно придётся это делать. А в новой квартире планирую в холодильнике сделать не такие, а типа скрытые, в шкафу, и не получится на них вообще ни одного магнита прицепить, и слава богу. Поэтому в любом случае нам когда-то придётся перевозить их куда-то, например, на дачу. Мне кажется, можно это сделать сейчас, тем более, что мы там на даче, а это частичка, скажем так, дома, уюта, который мы и сами создавали. Тем более у меня здесь в Москве полно сейчас времени для того, чтобы что-то собрать. Помонтировать я не могу компания. А чем заниматься? Убираться не хочу, честно. Точнее, хочу кошмар как убраться, хотя бы полы помыть, пыль протереть. Но я принципиально говорю, не делай это, не делай. Не надо. На самом деле, вот сделать такую уборку, ну просто полы помыть и везде пыль протереть, это можно сделать за, блин, ну 40 минут, полчаса. Ну это если так, знаете, не каждую там вот эту, а так чисто просто поверхностную такую уборку. Просто я бы пропылесосила, но пылесос-то на даче остался. Коробочка уже тяжелая. Вообще, на самом деле, магниты, это трэш, они пыляются. Кстати, я как-то раз протирала каждый магнит, брала, протирала, приклеивала. И мне кто-то написал, типа, Юль, ну ты даешь, просто бы их все помыла, ну типа в какой-нибудь тазик бы положила, помыла бы, промыла, и все. Разложила бы на полотенце, они высохли и повесила бы. И я такая, типа, е-мое, блин, смотри, гениально, какого черта. Но я думаю, что если бы я сделала так, как мне написали когда-то, это было бы качественнее, ну типа качественнее бы, отмыла бы все. Но тут есть такие магниты, которые бы в воде просто расхватились. Ну, понятное дело, я бы их не вала, а вручную протирала. Ну, в общем, хорошая миссия. Можно будет на даче так и сделать, перед тем, как их вешать. И если бы я была какая-нибудь помешанная на чистоте, то я бы, наверное, не имела дома магнитов. Но поскольку я не помешанная на чистоте, это мы в Турции. Год назад вот такой магнит сделали. Классно? Классно. Мне нравится. 17-й год. А, и 17-й год. Это получается 11 декабря, 17-й год. А вот это получается 29 июля, 17-й год. То есть мы за один год два раза побывали в Лондоне и ходили в одно и то же место, чтобы сделать вот такие фотки. Классно, да? Кошмар. Вы прикиньте? Вся коробка забит недолгими магнитами. Короче, магниты сильно портят холодильник. И я, наверное, знаете, даже не все магниты буду на холодильник цеплять, а столько сам... Ну, я не могу, я не могу выбрать. Они все для меня самые красивые и самые лучшие. Короче, мы же сегодня заходили в кафешку. Я вам ее снимала, которая у нас открылась рядом с домом. Взяли там сэндвич. И сейчас я его попробую. Это сэндвич. Сэндвич классический свеченой. Состав хлеб. Так. Он не гретый. Я не люблю греть сэндвичи вот эти вот. Мне кажется, они хуже становятся. По вкусу вкусно. Надо сходить в братья Караваевых. Блин. А у нас на даче, наверное, нет братьев Караваевых. По вкусу похож на тот, который в Сомалёсе дают. Тоже холодный. Я еще смотрела. У нас тут раньше был рынок. В моем глубоком детстве, можно так сказать. И уже давным-давно там идет какая-то стройка. И кто-то в домовой чат скинул, как там все будет. И там будет торговый центр. Но я не знаю, когда его построят, когда он будет. Потому что пока там торговый центр не выйдет. И может мы вообще будем жить уже не в этом доме. Ну, в квартире, а в другой. Или вообще в доме. Хер его знает. Я уж не знаю, что будет реально. Блин, я такими темпами его доем. Я очень часто не доедаю. Хотя бы маленький кусочек, но не доедаю. Иногда через бургер ем. И вот прям маленькую попку не доедаю. Странно. Так, не совсем. Вот, например, у меня в тарелке там котлета. Допустим, рис или гречи. Ну, допустим, да. Все доем. Ну, редко, чтобы не доело. Но когда я ем какой-нибудь сэндвич. Какую-нибудь булку. Кекс. Сосиску в тесте. Вот что-то такое. Знаете, что вот так вот взял. Как бутерброд какой-то вот. Очень часто я оставляю вот прям как будто, знаете, вот чуть-чуть. Я типа все, я наелась. Вот я уже дальше не хочу. Мне уже дальше невкусно. И вот почему-то всегда это обязательно должен быть какой-то маленький кусочек. Может, это какая-то психологическая непонятная тема, что я должна... Ну, короче, даже не то, что должна. Я этого не понимаю. Но очень часто я оставляю какой-то маленький кусочек. Именно не потому, что типа так, ну все, я это оставлю, потому что хватит мне жрать. Не поэтому, а потому что я реально наелась. И именно этот маленький кусочек уже лишний. Какая-то херня. Загадка. Мой малыш, ты пришла за этим маленьким кусочком? Да журненький, а тебе не я. Теперь вот так выглядит холодильник без магнитов. Единственное, которое я оставила, это вон тот, потому что там написан Wi-Fi. Не, стерла, прикинь. А зачем оно тогда висит? Ну, короче, там может быть написан Wi-Fi. Оставила, потому что оно не мешает. По-моему, оно здесь что-то прикрывает, да, вот эту хрень. Вот. Ну, она не страшная, конечно, ну, пофиг. Не мешает, короче. А вот эти я почему оставила? Потому что, ну, чтобы хоть что-то было. Не потому что они там какие-то любимые. А вот, например, захочу я что-то прицепить сюда на холодильник. Какую-то записку, какую-нибудь хрень, не знаю, типа, как витамины пить, чтобы что-то не забыть, еще что-то. И куда мне цеплять, за что? Поэтому пусть будут эти магниты. Можно их на ту сторону, если что, спрятать. Ну, как бы, они уже не так мешают. Но здесь трэш. Не знаю, видите вы или нет. Оцарапанное все. Ну, это только если приглядываться. Так, конечно, особо не видно. Да и кому это надо сюда заглядывать, смотреть. Кстати, я вам сейчас кое-что расскажу, в чем я почувствовала изменения. Люблю, как выглядит минималистичная лента. Стильная, красивая, в одних цветах. Но я чувствую, что мне снова такая лента не близка. Сейчас моя лента выглядит, если честно, ну, неаккуратно. Ну, как сказать, неаккуратно. Просто у меня бывали времена, когда у меня очень красивая лента и все такое, и тому подобное. Сейчас моя лента выглядит вот так. Экстремистская социальная сеть, организация, запрещенная сейчас в России и так далее. Но видите, как сейчас выглядит моя лента? Ну, вообще. Просто и ту, еще и пятое, десятое. Нет никакой вот этого вот минимализма, нет. Мне нравятся яркие фотки, разные, красивые. И я с этим постоянно мучилась. И, ну, как мучилась? В том плане, что типа минимализма, это стильно, это выглядит красиво. Но я вдруг сейчас поняла, что я люблю, когда много ярких, красивых фоток. Не знаю, вот я на некоторые профили смотрю. Не знаю, взять, например, Лерчик. Кстати, я вот эту историю слышала, что ее там кинула стилистка, которая ей, короче, покупала типа брендовые вещи. Лерчик давала бешеные деньги за эти брендовые вещи. А потом оказалось, что это все паленка. Ну, в общем, это трэш. Я сильно это прям, ну, не видела, чтобы вот слушать, что там Лерчик рассказывает, еще что-то. Но я видела, об этом писали. Вот, типа, подписчики писали. Типа, Юль, ты прикинь, что произошло. Короче, ну, это трэш. Че, что я могу прокомментировать? Это очень неприятно. Это трэш, ну, наверное, можно было бы даже в суд какой-нибудь подать. Не знаю. Хотя хрен знает, как это работает. Можно ли за это как-то, ну, нагнуть. Не знаю. Короче, я к чему. Вот смотрю я, например, на ленту Лерчик. У нее очень она красивая. Очень красивая. Мне очень нравится, как это выглядит. И я понимаю, что это невероятный, ну, труд, реально. То есть это не просто, знаете, выбрать красивую локацию. То есть, ну, понятно. Там, как бы, ну, я понимаю, что вот такую фотку, да, это надо куда-то поехать за границу, да. Да, фотограф у них там есть свой и все такое, да. Но это действительно выглядит очень красиво. Я просто, я, ну, там не то, что я не фанатка, ну, Лерчик, да, но я на нее подписана. И мне очень нравится ее страница. Потому что это невероятно красивые фотографии, живые фотографии. Но при этом они все, ну, как бы, яркие. То есть нет вот этого, да, минимализма, которому в какой-то момент я стремилась. Ну, типа, посмотрите, как это красиво. Понятное дело, что такую съемку организовать не так уж и просто. Я вот поняла, что теперь я хочу стремиться к такой ленте. Ну, как, даже не то, что к ленте. Теперь мне хочется именно... Мне не хочется вот этих вот фотографий, типа, просто тупо на белом фоне. Хотя это тоже можно, да, это тоже красиво. Но вот хочется именно чего-то яркого. Короче, теперь я хочу делать крутые фотографии именно творчества. Не коммерция, а творчество. Вот, мне хочется. Но чтобы такое делать, это надо куда-то выезжать, подбирать луки. Ну, вот как Лерчик делает. Это заморочено, получается, да. Чего мы с вами сидим, как говорится? Погнали смотреть, что нам привезли. Итак, я специально камеру поставила повыше, чтобы я могла вам показывать, с чего мы начнем. Но я все это разберу, потому что не хочу везти коробки на дачу. Они занимают много места в машине, у нас нету. Вот такой вот магазин. Рада познакомить вас с брендом. Надеемся, все образы понравятся вам и станут любимыми. С восхищением и любовью. Команда Мере. Мере.Москва. Блин, я не уверена, что я правильно произношу бренд. У меня с этим проблемы, но не обессудьте. Так, я уже забыла, что заказывала. Вот такая рубашка, черная, длинная. Типа мужской кроя. Ну, сейчас что-нибудь померю, разумеется. Так, это я со с тобой беру. Вот такой костюм брючный. Интересно. Тоже возьму с собой. Правда, на даче, конечно, делать обзор. Ну, хотя нет, у меня там красиво. Что за хрень? У меня там очень красивая беседка, грядка. С пиджаком. Короче, я вам сейчас так показываю, а потом уже в сторис посмотрите. И это... Ну, может, по влог тоже запишу, как я показываю. Все. Мерю. От коробки избавляется. И еще одна коробка. Короче, у меня несколько посылок из разных магазинов, шоурумов. Смотрите, какое платье. Класс, класс. Интересно, как оно сидит на мне. Ой, как раз для моей беременности. Ха! Ну, я сегодня видела, короче, какой-то паблик. Выставил фотку. Меня от фотошопили там. Типа я беременна. Я вам сейчас прикрепляю даже. От фотошопили, типа я беременна. И написали, что у меня задержка две недели. Взяли старую фотку, которой больше года. Обожаю. Обожаю, угораю с этого. Что за вещи такие классные, ле? Вот такая объемная футболка. Кстати, я все как раз отглажу, отпарю на даче и красиво сниму в сториз. Смотрите, какая жилетка. Такая объемная, стильная. Прикольная, тепленькая. Ни хера себе. Ой, я такая вообще счастливая, как девчонка. Вот что для счастья надо, да? Вот шмотки девчонкам. Вот просто класс. Вот это я прямо сейчас надену. Ребята, я уже вижу, как я в этой кофте работаю в огороде. Цвет просто огонь. Ну а что, футболки такие, на самом деле, они всегда офигенно заходят. Вот просто для повседневной жизни, для мероприятий. Ну, короче, всегда офигенно заходят. Вот такого цвета. Тоже такая же объемная. А что, они всегда нужны. Они всегда хорошо заходят, реально. А, вот здесь для платья пояс. И последнее, что было в коробке, в нашей посылке, это вот такая офигенская куртка. Это будет очень тепло и очень стильно. Я, конечно, как сумасшедшая радуюсь обновочкам. Просто офигенно. Кстати, у них такие косухи есть, разных цветов, оттенков. Вот, но я захотела такую. Она немножко такая, типа, объемная. Ну, стиль. Следующий это шоу-рум, с которым я уже сотрудничала. Это Modus Fashion. Вот такая вот юбка-шорты. Джинсовая. Джинсовая. Короче, такой секси-комплект. И вот такая вот укороченная. Видите, как классно? Я это обязательно на даче все померю. Устрою жгучую фотосессию в своих гортензиях. Я помню, несколько лет назад я к ним заезжала в шоу-рум. Я помню, что я тогда взяла офигенные лосины из латекса. Это у нас платье. Такое вот, типа, Merlin Monroe. Merlin Monroe. Так, ну вообще-то, по-хорошему, надо приехать в Москву и Москве в таком погулять. Мне теперь даже как-то обидно. Вот такой вот секси-топ. Надо будет все это померить. Тоже в сторис все покажу, в телеграме покажу. Обязательно подпишитесь. Прямо в телеграм сниму. Ну, короче, я, наверное, все сниму красиво на видео. Как я кручусь, показываю. Потом, может, озвучу даже. Ну, знаете, чтобы так интересненько было. Типа, чтобы можно было одним файлом загрузить в телеграм и всем посмотреть. И чтобы можно было в сторис классно загрузить тоже и сторис посмотреть. И отметить бренд как раз. Так, и что? И тут еще костюм, по-моему, да. Такой розовый костюм. Классный. Очень классно. Вот такие штаны. И вот такой топ к ним. С такой дыркой на сисе. Вот. Так что будете смотреть потом. Третья посылка. Третий шоурум. И мне еще должен прийти четвертый. Что-то все как-то мне написали. Причем, ей-богу. Жизнь такая штука. Такой я, конечно, генератор. Реально никому из брендов не писала. Типа, здравствуйте, давайте посотрудничаем. Просто сижу на даче, ковыряю в своих грядках, думаю, блин, да, хорошо. Что-то так давно у меня новых вещей каких-то не было. Знаете, просто бренды сами написали. Типа, здравствуйте, там вот у нас коллекция вышла. Хотите, посмотрите, будем рады вам отправить. Я такая, да, да, конечно. Ну, короче, класс. Очень приятно, реально. Поэтому спасибо большое брендам за такие подарки. А это, мои хорошие, Elastic Store. С ними тоже мы уже сотрудничали и не раз. И это реально один из моих тоже, ну, любимых магазинов. Вот с кофтов, которые я, с этим брендом мы еще не сотрудничали. Вот этот. И мне безумно понравились их вещи, которые я вам сейчас в самом начале показывала. Но вот, например, с Modus Fashion мы уже сотрудничали. Я уже брала у них вещи, по-моему, пару раз. И, ну, как бы была довольна. И сейчас тоже нравится то, что прислали. Понятно, я сама выбирала. Конечно, мне нравится. Но с Elastic Store тоже мы уже год три, наверное, как дружим с брендом. И они тоже прислали мне вещи. Они, по-моему, в Екатеринбурге. Но спокойно доставляют в любую точку России точно. Уж как мира не знаю, но России точно. Поэтому, если что, если что, спокойно можете заказать. Я очень люблю такие штанишки. У меня есть парочка таких костюмов. Вот такие вот просто длинные штанишки. Надо будет сейчас померить вообще, как они мне по росту. Ну, нормально, чё. Нормально, чё, я девка-то высокая. И к этому костюму, к этим штанам идет вот такой топ. Гляньте, девки. Сейчас я разберусь, как его завязывать. Наверное, как-то так. Надо посмотреть на картинке, как выглядит. Или не так. Короче, вот такую тряпку мне прислали. Чуть позже разберемся, как ее завязывать. А может, как-то так? Сейчас. Тут точно что-то... Что-то любопытное. Сейчас. Это такой топ, который ты можешь завязать сам, как хочешь. В общем, вот такая красивая, и я пойду. Ладно, я посмотрю, как на фотке это выглядит и завяжу. Чё голову морозить сейчас? Так, следующее, то, в чём я уже вижу, как гуляю. Подача точно. Вот такой вот костюмчик. Надо будет тоже погладить. Вот такой вот легкий костюмчик шорты. Очень приятное качество. И вот такая рубашка. Я обожаю такие вещи, знаете, которые вот вроде объемные, но на распах. И, ну, такой стиль, типа, расслабан. Я уже самой не терпится всё мерить. Просто сейчас, если я начну это делать, я офигею. А я хочу в сторис тоже красиво снять. Вот такой вот костюм. Тут штаны. Такие черные, объемные, большие. Тоже я люблю. Вот штаны объемные. Я обожаю. Реально. Такие вот штанцы. К ним вот такая большая объемная кофта на застёжке. Такое тоже я люблю. У меня, кстати, очень мало кофт вот таких с застёжкой. У меня все кофты, которые вот как от костюма, такие, типа, балахоны, я не знаю, которые просто сверху надеваешь и всё. А вот так вот, чтобы на застёжке. У меня таких мало. И я не понимаю, почему, потому что это настолько удобно. Ну, типа, футболка внизу застегнул. Захотел, расстегнул. Ну, короче, это вообще реально класс. Следующий. Вот такой охрененский топ. Хочу его тоже прямо сейчас померить. Ну, как вам? Короче, такой топ, типа, как будто корсет. Мне нравится. Вот такой вот я захотела. Камбинезон. Я не представляю. Мне кажется, это забавно, но... Я даже не знаю, как я буду в нём выглядеть. Наверное, как таракан смешной. Но, учитывая, что я сейчас поправилась, у меня появилась попа, может быть, буду и неплохо выглядеть. Надо будет обязательно померить и посмотрим потом в следующем выпуске. Посмотрим, как я в нём выгляжу. Смешно, как таракан или классно? А ещё у них есть вот такие топики-лифчики. Кстати, я их очень люблю. Я не ношу бельё с косточками никакое. То есть, я только вот за такие, типа, ну, на резиночках удобненькие. Иногда вообще никакое бельё не ношу. В основном, наверное, я не знаю. Из таких вот бюстгальтеров, лифчиков, топов я люблю именно вот такое. И у меня уже есть, кстати, от Elastic Store тоже такие бюстгальтеры на резинке. Они безумно удобные, красивые. Как будто, знаете, немножко спортивные, но при этом достаточно секси, если честно, когда наденешь. Поэтому тоже нравится. У них также есть бельё, если что. Вот такой вот костюм. Чёрные штаны. Лёгкие. Такие прям летние. Я тоже обожаю такие костюмчики. И к нему вот такая рубашка чёрная. И в принципе, получается, что это всё. И я теперь счастливая обладательница бюстгальтеров и кучи вещей. Кстати, вот в таких лифчиках я даже иногда выхожу на связь к вам на видео и в сториз. Поэтому... Поэтому класс. Вроде, знаете, вот в таком белье, когда я выхожу в интернет, я не чувствую, что я снимаю себе это белье. Я чувствую, что я в топике. Но при этом это бельё. Я ещё хочу этого медведя отвезти на дачу. Хотя он и здесь очень мило смотрится. Вот такая у меня есть, можно отвезти. Вот, видали, какая у меня есть? 157 тысяч лайков. Любимая мамочка, вчера впервые сняла видео с мамой. Ставь лайк, если ждёшь. Круто. Ну, мне нравится, что это здесь в квартире, но с другой стороны, в доме, мне кажется, такие вещи прикольнее выглядят, нет? Как раз-то много куда ещё повесить. У нас пока новых картин нет. Пойдём, я уже всё приготовила. Можем спускаться. Вот это мы сможем взять? А что ещё? Да всё. И вот это вот букву B. Это означает на английском Bessel? На русском Вячеслав. Да. Ладно, попробуй. Кто не попробует, тот не пьёт шампанг. Ну, это же отличная буква. Отличная. Что я могу на неё положить? Книгу. Мы всё опустили в машину, её забили максимально. И сейчас взяли коробки, в которых прислали вещи, Вивочку прогуляться. Сейчас уже час ночи, наверное. А ещё зацените, какая красивая стрижка моего мужа. Завтра у Вивочки будет красиво. Ты 18 не хочешь? Вива и Слава всегда стригутся в одно и то же время. Они одинаково обрастают. Почему? Не, тебе чаще надо, чем Виве. Ты же в год собаки родился, может поэтому. Да, Вив, это тебе не дача. Это город. Осторожно, бляха-муха. Что это за дырки они наделали? Они хотят, чтобы меня собачка ногу подвернула? Короче, конечно, гулять в Москве, да, вот так вот на улице вообще не кайф. Представляете, какой кайф собачке гулять на даче. Обожаю ночью выходить на улицу. А потому, что нет людей, но при этом ты в городе. То есть всё светло. Вот чем мне нравится здесь, в отличие от дачи, именно когда выходишь ночью на улицу, то, что всё светло. Потому что когда ты выходишь на даче на улицу, у нас там фонари до 12. Вот 12 какого-то чёрта отключают, но я понимаю, типа, надо спать, баеньки и так далее. Но, блин, я, например, хочу, чтобы у меня свет горел до конца. Вив, пошли уже в год, сейчас 2 часа, как Слава сказал, ночью, да, прикиньте. А у меня вообще, у меня ощущение, что сейчас, типа, 10 часов вечера. Кстати, уже достаточно давненько Вивочка у нас гуляет без поводка. Вот, но когда переходим дорогу, ещё что-то, всегда берём её на ручки. Разумеется, если она вдруг вздумает пойти в сторону дороги, я начну орать. Вива, куда я пошла? Кстати, вы не знаете, как я бывает ору. Я к тому, что я добрая, любящая мама, но иногда я могу наорать, реально. Блин, какой крутой, глянь какой-то вообще. Знаешь, ты когда подстриженный, ты как будто даже становишься супер накачанным. Не знаю почему, у тебя сразу шея такая большая. Когда у меня был фотоаппарат в детстве, я любил очень много фоткать. Да, я знаю. Ночью. Ты мне показывал. В путешествиях разных, да. И у меня были такие тупые фотосессии ночью при вот этих жёлтых фонарях. И меня всегда... Размазанные? Окей. Не, они были чёткие, прикольные. Но вот этот жёлтый свет почему-то у меня не хватало. Завораживал? Не хватало. Нет, это из-за неопытности. У меня не хватало понимания, что ночью при жёлтых фонарях, ну как бы, не очень комфортно. Это же потом дальше не вытянуть никак на посте, и получалось всегда говно. Вот. Вива, куда пошло? Вива, ты чё? Полицейная собачка. Не, она просто... Кстати, я хочу знать, что сказать. Что я ни разу в жизни не допускала ситуации, в которой Вивена бы находилась не на руках, когда мимо проезжает машина. Или не под контролем. И я, если честно, даже не знаю, как бы она себя повела. Если вот так вот просто во дворе она гуляет, и типа проезжает машина, просто некоторые собаки, понятное дело, многие, да, в основном все, наверное, они отходят от машины, кошки отходят от машины. А что бы делала Вива? Вдруг она бы замешкалась? Она бы замешкалась, испугалась бы. И полезла бы под колеса? Потому что мы с детства с ней как с ребёнком. Это вот убери, это вот не давали, с собачками не встречались и так далее. Поэтому она у нас такая, немножечко могла бы опешить. Вив на лужу не наступает солнце. И я бы такого не хотел бы. Не допускать и даже не представлять. Я просто думаю, что лучше просто, в принципе, не допускать такой ситуации, в которой Вивена бы находилась не на руках или не, знаете, как вот я иногда присяду и держу её рукой, когда мимо машина проезжает. Потому что, честно, я не знаю, реально, как бы она... Ну ты правильно делаешь. Я думаю, что всё-таки она же не совсем какая-то там тупая. Она вообще, ну, достаточно умная у нас собачка. Я думаю, что она бы поняла, что надо, типа, отойти или, там, куда-то убежать. Хрен знает. Но меня это реально... Ну не то, что волнует, просто я как-то об этом задумалась, типа, а как бы она себя повела? В общем, что сказать? Гулять, гулять в 2 часа ночи по городу, по району. Кстати, всем привет. Виво. Виво, куда пошло? По тротуару гуляем. Вот-вот, видишь? Ну, просто она сейчас видит, что улица неоживлённая и думает, что можно гулять, где попало. Ну, короче, просто я думаю, что у тебя не было такого, типа, надо поздороваться каждый раз, потому что влог уже, типа, идёт. Это не начало видео, это, типа, нормально, что ты просто такой, типа, что-то сказал и ты... Я просто, как бы, ну, момент этого видео. Ты, как бы, да, типа, ты в моменте, ты вклинился, но, по сути, я могу их понять, что им хочется, чтобы ты здоровался, там, типа, как дела, ребят, напишите в комментариях. Короче. Но, с другой стороны, мне кажется, что это не то, что не обязательно, типа, это не знак, там, того, что ты не уважаешь, а просто ты, как бы, вклинился. Конечно, я тупо вклинился, через секунду меня уже нет, а вы даже не заметили. Пусть папочка тебя понесёт. А мы куда-то идём? Да просто тут яма, вот посмотрите. А, нихера, видишь, какой ты это? Отец. Ё-моё. Не то, что ногу сломать можно тут, вообще можно тут потеряться. Ё-моё. Фраера на район. Носки мои, видел? Главное, зацени языки, да, последней модели. Или как их? А у тебя носки на носки, что ли? Почему носки на носки? Нет, это вообще, кстати, Саши на носки. Такое ощущение, как будто ты наделала, типа, чёрные на белые. Мощь. Всё, хватит снимать этот контент. Виво, сейчас тебя украдут. Быстро иди сюда. Виво. Вот бы мне нанять человека, который будет всегда со мной, за мной ходить с камерой, как в фильме «Первый встречный» с Дженнифер Лопес. Там за ней постоянно чувак ходил, снимал всю её жизнь. Вот бы мне такого чувака. Ну, или чувиху, мне не важно. Лучше чувиху. Оставляйте заявки. Ну да, лучше чувиху. Ты уже обнадёжила девочек, там, типа, ищу этого, ассистентку. Почему обнадёжила? Я хотела. А потом жопа началась, и я такая, типа, ну, какая мне сейчас ассистентка? Вот реально, что мне ассистируют? Слышь, подержи это ведро для сорняков, короче. Ассистируй мне. Там много кто готов тебе это, и ведро подержать, и водиться, и подлить. Нет, это, кстати, блин, даже было бы прикольно реально подписчиков позвать на дачу. Прикинь, с ними забухать. Это было бы классно. Была бы сходка века. А знаешь, сколько у меня девчонок, ну, ты знаешь, что я тебе рассказываю, мои кровесницы, которые меня понимают, которые так же любят, ну, даже не то, что огород, а просто, ну, вот мы на одной волне. И они, типа, чувствуют меня, знают, что я про кого, про где, как думаю. И мы бы так вообще просто, как крысы, засплетничали, забухали викинг с мараули. О, да, я вообще не сомневаюсь. Было бы круто. Крутая. Ты вообще... Во, вот это, вот это контент. И, может, бутылочку, вон, Шишкин лес тут справа. Вон, Шишкин лес. Блин, это не я, наверное, все напишут еще один минуту. Такси! Такси! Это секс в большом городе. И тогда надо прям сделать подсъем, как машина останавливается. Да, да, это наложитель. Я это, как ее, слышишь? Меня снимает, да. Я Кэри Брэдшелл в секс в большом городе. Да, мощь, 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 мощь. Такси! И, малышка, иди сюда кататься будем. Смотри, что бы ее не было. Ты будешь пить колы, пить, да? Поехали вперед. Муж и жена одна, сатана. Каждый круг ты должен поговорку говорить. Полочень поговорим. Куда бедно не бывает. Так, сейчас я приду. Без труда не вытащишь рыбу из труда. Слушай, что бедно? Оторвал пятки от пола, не мужик. Чего я такое не знаю? Достал нож, речь. Каждый кругом поговорки было все в стороне. Надеюсь, Фила сейчас не плеванет. Я уже все, блин, надо тормозить. Ты просто поговорки не знаешь. Как-то раз. Рассказываю реальную историю жизни. Как-то раз мы с Ивой качались на качалке. И она блеванула. А что, отлично. Вот единственное время, когда можно покачаться на качелях. Причем мы не дебоширим. Мы не какие-то там жаробасы. Вы сами знаете. Я уж думаю, качели-то такие меня выдержат. Подумаешь? Я знаю, что некоторые дети весят больше меня. Раз уж меня на море пускали попрыгать на вот этих батутах, которые тебя подвязывают, и ты можешь делать сальто, то, конечно, выдерживай. Вот так вот качаешься, и смотрю, как Вивочка гуляет. Главное, чтобы она не выходила из моего поля зрения. А то она такая смелая и взрослая собачка стала. Вивулик, мама тебя плохо видит. Вот так вот мы, родители, выгуливаем нашу собаку. Вивочка, Вивочка. Ой, пирожочек. Гуляй, гуляй, солнышко. Не знаю, как и откуда у Вивы такое воспитание. Ну, наверное, от родителей пошло. Но она всегда, если хочет посикать, она никогда вот так на полу не сделает. Она всегда зайдет на травку. И только там сделает, прикиньте. Зая, может быть, вот на этой? Ну, вряд ли она, конечно, нас выдержит. Ну да, сильно не расслабляйся. Зая, понятно, что ты жирнее. Ну-ка, давай, отпусти. Ты греть жирку, Вивка. Зай, я сейчас воткнусь на эту штуку. Мне неудобно. Ай, больно, жопа. Ну-ка, все, хватит. У меня садится аккумулятор. И завтра днем я вам уже покажу, как мы забили машину. Хотела сейчас показать, но думаю, что лучше днем покажу. Все-таки будет лучше видно. Мы идем домой. Мы нагулялись. Херней настрадались. Можно и лечь спать, в принципе. Так что придем домой. Я смою немножко косметос, который у меня есть. Схожу в душ. Сто пудово, потому что жарко. И все, и будем отдыхать. И смотреть сериал. Так что до следующего дня. Всем привет! Новый день! Короче, я вчера забыла в сумку убрать этот костюм. Надеюсь, конечно, что я в нем не спарюсь, но решила его как раз-таки надеть сегодня. Сейчас окрашусь, привожу себя в порядок. Ток встала. Вот реально вот ток встала, можно сказать. Короче, я вчера решила, что все-таки я уберу всю квартиру. Сука! Блин, я, наверное, все-таки реально помешана на чистоте в какой-то степени. Короче, я вчера до 6 утра, ну ладно, до 5.30, наверное, вот так. Я вот мыла полы везде, во всей квартире протерла везде пыль, помыла раковину, ванную, раковину на кухне. Вот так. Не смогла я по-другому. Уж больно грязно было дома, реально. Короче, я не жалею, что я вчера решила заняться уборкой, потому что сегодня я проснулась в чистом доме. Когда я приеду в следующий раз сюда, я буду в чистом доме. Классный костюм, мне нравится, что он обтягивающий. В смысле, штаны тоже. Я только что взвесилась, ну, получается, типа, как проснулась, и было 51,7. О, вот такая вот херня. Этого точно не избавишься, это просто... Это точно не какая-то там вода. Реально, я не понимаю, почему я поправилась. Короче, я хотела бы увидеть, как ее стригут ногти. Но пока ее стригут, я бы хотела съездить в Адрю. Какая-то я вся помятая, вообще говно какое-то. Как будто я очень уставшая. У меня, короче, синяки под глаз... Я смотрю, у меня синяки под глазами. Лицо такое, правда, знаете, как будто помятое. Даже интересно, с какого хера я сплю на спине, почему у меня мятое лицо. Ну, наверное, это не от этого зависит. Вьючка, сейчас на стрижку поелишь, солнце мое. Мой рядовой пучок, из которого торчат волосы постоянно. Хотя, казалось бы, там можно завязать так, чтобы не торчало, но почему-то постоянно торчат. Не знаю, как выглядит. Заодно как раз на камеру посмотрю, как это выглядит сзади. Наверное, не очень красиво. Но... Ну, это моя любимая прическа на даче. Да и, блин, типа, знаете, это такое, ну, небрежный пучок. Зато здесь, в принципе, ничего. С другой стороны, я сильно по улице гулять не собираюсь, поэтому, может быть, я и не вспотею в таком костюме. Сейчас. Еще я вчера постирала, повесила все, что здесь было, потому что это тоже надо делать. Закрыла здесь окна, потому что жара из-за этого. Помыла полы на балконе, пыль протерла подоконник. Ну, короче. Покосмот. Вот такой вот костюм. Мы не дождались дальше, уже что-то меряем, но это просто то, в чем я сегодня планирую гулять. Как гулять? Провести день в Москве. Просто бывало такое, что я... Ну, короче, я такая, типа, как будто на сушке была, поняли? И когда вот так вот как-то встанешь, вытащишь вот, и прям как будто, ну, пресс вели. Хотя пресса у меня вообще-то нет. Ну, вообще-то было бы неплохо. Может быть, его даже накачать? Нет, никакого пресса нет. Реально. Вот сейчас даже взвешиваюсь. Ну, я сейчас уже оделась, я взвешивалась так, ну, типа, в очень легкой ночьюшке, скажем так. 51, 52. 52 и 1. Сука. Почему? Как я уже сказала, типа, ну, ладно, ну... Ну, мне странно. Блин. Какого хера? Может, мне реально надо поменьше жарить? Так, ребят, я уже в машине, и я обещала вам показать, как она забита. Отсюда даже непонятно. И не видно, но там просто трек. Везде. Весь багажник забит. Мы разложили сиденья, как вы можете заметить. Она не планировала сейчас выходить из дома. Вивочка сейчас поедет на стрижку. Вивулик. Вот это все повезем на дачу сегодня ночью. Пкинь. Да, мой зайчик, все, не нервничай. Сейчас мама тебя на стрижку отвезет. Короче, б**ть, я злая, просто б**ть. По-другому сказать не могу. Почему? Я села за 8 минут как раз примерно столько ехать до салона красоты Вивы собачьего. Подъезжаю к шлагбауму из двора, чтобы выехать. Открываю приложение, оно не открывается. Я такая думаю, что за нах? Думаю, позвоню с телефона на номер, который открывает шлагбаум. Нихера. Думаю, да ты собака сутолая. Я стою, проехать не могу, ничего не открывается. Мы опаздываем. Вива вот так вот дышит, раздражающе, понимаете? Причем обычно меня это не раздражает, но когда, б**ть, у меня что-то не так, Вива еще вот так вот дышит, это прям п**ец. Но я не могу с этим ничего поделать. Я же мать, я должна терпеть улыбаться. Короче, я звоню Славе, думаю, ну пусть он мне откроет шлагбаум со своего телефона через приложение. И, б**ть, телефон мне такой, слышь, что говорит, недостаточно у тебя денег. Я такая, ни х**я себе. Я не помню, когда у меня в последний раз такое было. Дело в том, что, видимо, я в какой-то момент забыла что-то закинуть, а у меня такая херня. Кстати, мне кажется, я очень много денег плачу за телефон, надо будет прийти в этот, в салон связи этот и разобраться, типа, что за нах, что у меня там за тарифы вообще, может у меня там говно какое-то стоит. Короче, просто обычно я плачу, знаете, сразу типа 10 тысяч и вообще забываю про телефон. То есть, мне его хватает на охереть, как долго. А тут, видимо, я давно так не платила и все. что я такая, да июх, пришлось парковаться, брать собаку в руки, подниматься домой, на лифте, ждать лифт, подходить к квартире, ловить вайфай, оплатить себе этот самый, блин, мобильный телефон, потом спуститься вниз, пытаться опять открыть шлагбаум, он опять, сука, не открывается. Уже дозвонилась до Славы, потому что деньги пришли на телефон. Он мне открыл шлагбаум и вот мы, блядь, едем. Короче, и все это в 29 градусную жару и когда ты опаздываешь. Ну, хуяна? Не, нравится, конечно. Но ничего страшного, господи, 5-минутная задержка на собачью стрижку ничего страшного не произойдет, потому что бывает такое, что я приезжаю, там еще не достригли собачку и мы еще минут 15 ждем, поэтому, ну, типа, ну, реально причина, я не просто так, типа, знаете, сидела там, в носу ковырялась, поэтому опоздала. Ничего, сейчас 14.03, мы уже через 5 минут будет даже меньше, через 3-4 минут, смотря как там нам откроют шлагбаум. Ой, блядь, откуда тут, нахуй, светофор появился? Короче, пока меня здесь не было, тут появился светофор, где его обычно никогда не было и я его не увидела, ну, увидела, затормозила, но мне пришлось тормозить более резко, чем я планировала. Короче, не было здесь светофора, да, интересно. А много чего тут изменилось, пока мы на даче-то живем, реально? И кафе открыли, и светофоры добавили. Ну, здесь хорошо, что есть светофор, поставили, точнее, тут он нужен был, но тут, блядь, и так постоянно пробка. Короче, ладно, везем Вивочку на стрижку, потом ватриум, бежим, потом забираем собаку со стрижки, в 4 у меня маникюр-педикюр, бежим, ждем, когда домой приедет Слава, если он приедет позже нас, у него студия тоже в 4, и потом бежим на дачу. Такой вот план. У Вивочки тут просто кашет, морзасуха во рту. Я ее включила, и обдув жопки, и кондиционер, все, все, что надо, что может пригодиться маленькой собачке. Она все равно нервничает. Сейчас опять подстрижем Вивочку, ну, тоже коротко, как следует. Сделаем мордочку кругленькой, с ушками кругленькой, смешного мишку. Сегодня какой-то явно странный день, потому что, когда мы приехали с Вивиной в место, где ее стрижка, там все перерыто, там не проедешь, там надо искать срочно место, куда припарковаться, бежать с собакой по жаре, понимаете? Я думаю, да не, я думаю, я же не буду по жаре сегодня гулять в этом костюме. Собака, ты что, тулая, оставила Вивену на стрижку, полтора часа у меня есть. За эти полтора часа я успею съездить в Атриум, быстро зайти туда, куда мне надо и вернуться за Вивиной, потом быстро отвезти ее домой и помчать на манькер-педикюр, как я и сказала. Ну, короче, рассказала грумеру нашему, что мы хотим. В прошлый раз мы сделали очень короткие лапки, такие прям, как у крысы. Это выглядело смешно, но очень удобно. Очень удобно, потому что быстро помыл, пошел гулять, не жарко, кайф. Сейчас мы делаем тоже короткие лапки, но не сильно короткие. Сейчас оставят волосы на ноге, но саму лапку типа выбрьют, как у пуделей делают. Ну, я так поняла. Ну, в общем, я не знаю, как это будет смотреться, переживаю немножко. Ну, посмотрим. И уберут прям вот здесь волосы, сделают прям такую тоненькую мордочку, худенькую, кружочек такой ставят и круглые ушки. Ну, не знаю, надеюсь, получится. Надеюсь, получится круто. Ну, в тачке, конечно, трешняк. А я хочу, я хочу в Атриуме купить такой мини-подарок Славе. Пижаму. Звучит странно, он не знает, что я хочу. Я бы сказала, что у меня для тебя какой-то сюрприз, точнее, ну, будет. Точнее, я хочу его купить. Я прям ему, ну, вообще, рассказала и все. Почему хочу ему подарить пижаму? Ну, типа, штанцы такие, да, там, с рубашечкой вот это вот как в чем спать. Потому что его пижаме уже пришел пиздец. Что за несправедливость, что за неравноправие? У меня миллиард пижам, ночнушек и так далее, а у него сегодня и что уже все старенькое? И, может, что-то себе зайду, посмотрю даже, не знаю. Так, я уже в пицешке зашла в интимисиме мужской, тут прям есть, и взяла Славе две пижамы. обычные просто классные пижамки. Одна такая же, как у него была, только другого цвета, а другая прям другая. И другого качества, ну, материал. Вот, так что, не знаю, думаю, ему понравится, потому что у него с этим прям реально плохо дело. А он любит по-дому тоже в штанишках таких ходить пижамных. В общем, я решила еще немножко прогуляться по ТЦ, потому что у меня есть время, и не то чтобы прогуляться, чтобы потратить бабки, а просто посмотреть, что тут изменилось, потому что я по ТЦ не гуляла уже, не знаю, все ли это вообще. А еще открыли же теперь этот Stars Cafe, или кофе, который был Starbucks. Я рада, что это все дело купил Тимати, потому что, ну, потому что он молодой, модный, и может, наверное, сделать прикольно. Вот, но что-то пока я здесь не вижу. Вот здесь раньше был Starbucks, как раз где я прохожу. Вот там, черное. И сейчас, видимо, нет, но, наверное, откроют скоро, хрен знает. А, Сифара закрыта, конечно же, кто бы сомневался в этом. Что интересного? Можно зайти в H, но мне это не надо сейчас. Но вот, кстати, H один из моих любимых брендов обуви. У них очень классные туфли, ботинки, удобные, прям красивенькие. Вот. Я, не знала, что они здесь открылись. Хороший магазин. Если я сейчас туда зайду, я что-то захочу. Да, ТЦ такой прям, во-первых, пусто, потому что рабочий день. Я приехала в такое время, когда все работают. Ну и, понятное дело, куча магазинов закрыта. Ой, иконика. Офигенный тоже магазин, просто. Ну, короче, понятно. На самом деле, мне здесь реально делать нечего. О, манго, ё-моё. На самом деле, мне вещи не нужны. Мне же только вчера, блин, прислали кучу вещей. Хочется ощутить вот эту атмосферу, когда ты гуляешь по торговому центру, а не по даче. Хотя мне по даче очень нравится гулять. Локситан. Теперь на русском. Локситан. Теперь хорошо. Жалко, что на эспрессо закрыто. Капсулы-то для капучино мы там брали, но можно брать любые другие. Я уже сказала, жардин, по-моему. Ещё что-то. Вот. Поэтому ой, господи, невелика потеря. Раньше у нас вообще не было кофемашины и никаких капсул. Как-то жили. Казалось, что в торговом центре ловить ничего. Надо охладиться маленько. Купила две пижамы мужа. Думаю, он будет доволен, потому что у него одна и убитая. Просто убитая. Он уже ходит у меня, бедолага. Он уже ходит у меня так, как будто бы она досталась ему от его отца. Там от его отца. Короче. И мне захотелось сделать ему такой сюрприз. Такой маленький сюрприз. Я ему даже ничего на годовщину не подарила. Он мне качалку подарил, а я ему ничего. Так. Я вот думаю, может я ещё даже успею брать Караваева, заскочить, покушать, бутер, идейка. Было бы неплохо. Давно я его тоже не ела. Хочется, знаете, когда приезжаешь в Москву, всё успеть поесть, что давно не ел. Короче, все же обсуждают то, что тут уже они. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здрасте. Вам доставочка 15-27 минут я в воздухе. Хорошо, да. Там муж дома, он встретит. Всё, хорошо. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Зай. Да. Ты дома? Да. Ты можешь подождать курьера, он через минут 15 будет? Точнее, в течение 15 минут. Да. Всё, супер. Дождись его, ладно? Да. Давай. Отличный день. Тем временем, мы с вами едем сейчас в Брятья Караваевы. Ну, машина у нас, конечно, забита максимально. А, бля, у меня же есть ещё один. Ёп. У меня же есть ещё одно сегодня дело. Хорошо, что я вспомнила, что у меня есть сегодня ещё дело. Вообще, отлично мы съездили сюда, в Москву в этот раз. Отлично. Много вещей собрали, поработать поработали, в порядок себя привели, сейчас вивочку в порядок. Короче, мы все прихорошились. Вот я всё думаю, какой же мне сделать маникюр? Блин, красный или не красный? В безумном предвкушении увидеть, как там у нас выросла трава на даче или нет. Ну, блин, это реально, ну, я не знаю, я думаю, что вы понимаете, о чём вообще речь. Конечно, это приятно, это же своими руками выращено. Так, я уже доехала до братьев Караваевых, сейчас возьмём что-нибудь перекусить. Ну, как что, я хочу бутер индейка, давно его не ела и, наверное, даже в машине его поем, не хочу там сидеть, вообще не люблю одна сидеть в кафе, если честно, это не моя история. Я чувствую себя как-то странно и мне кажется, что все на меня смотрят и думают, бедная девочка сидит одна. Хотя в этом ничего такого нет, просто я всегда привыкла, что я с кем-то. Ну, как с кем-то, в основном тоже. Главное не забывать припарковать машину, потому что раньше у меня с этим были проблемы и приходили лютые штрафы, я постоянно то забывала, то ещё какая херня. Так, сходила братья Караваева, даже не успела там камеру достать, что-то снять, меня там узнали, но узнали не то, что там, ну, типа посетители кафе, а узнал молодой человек, точно собирает заказ, пробивает и... Ну, я такая зашла, он такой, вас давно не было? И я такая думаю, это точно мне, меня правда давно не было? Ну да, он правда смотрел на меня, и я такая, да-да, здрасте. Кстати, я удивилась, я же вообще на самом деле такая-то люблю всем рассказать про все свои дела, где была, вот незнакомым людям, знаете, это вообще очень странная какая-то черта характера, мне очень важно всегда всем, ну, как бы рассказать, да, вы знаете, я как-то, даже со Славой мы это обсуждали, может в каком-то влоге, короче, где-то точно это обсуждали, и вот просто в лифт захожу с собакой, и, например, женщина в лифте стоит, и она такая говорит, ой, какая хорошая собачка, девочка, мальчик, я такая, девочка, что-то там, и женщина говорит, вот, мы тоже хотим собачку завести, но у нас аллергия, у там, внучки, что-то такое, я такая, да, вы знаете, они вообще гипоаллергенные, начинаются рассказывать, они, у них же не шерсть, у них волосы, уход, в принципе, ну, несложный, ну, надо купать, стричь, ну, да, ну, короче, начинаю все рассказывать, незнакомым людям, зачем, спрашивается, ну, вот я такая, я болтушка, и иногда я думаю, господи, какая я молодец, что я вот просто сказала, здрасте, спасибо, ну, да, да, ну, понятно, и все, потому что иногда меня как прорвет с незнакомыми людьми, что-то им рассказать, вот сейчас ситуация, когда молодой человек сказал, то, что вас давно не было, у меня прям на языке крутилось, вертелось, да мы на дачу уехали, да, что тут в Москве делать, дышать не ищем, ну, знаете, вот у меня прям крутилось ему ответить то, что да, да, мы просто за городом сейчас там живем, а потом я думаю, блядь, ну, почему эта информация, вот реально, я не знаю, что с собой делать, зачем я всем рассказываю вот эти подробности, наверное, наверное, меня уже кроет от того, что я блогер, и я всем должна все рассказывать, я уже привыкла, что, я уже привыкла, что я на большую аудиторию людей, незнакомых мне людей, рассказываю, что я ем, когда я встаю, где у меня болит, как там у меня дела, куда я собираюсь поехать, и это реально угар, потому что я к этому настолько привыкла, что для меня уже становится нормой, даже не просто на видео кому-то что-то рассказывать, а в реальной жизни незнакомым людям рассказывать, я не знаю, это вообще, вот так вот к этому привыкаешь, дали мне вот такой бутериндейка, не хочу сидеть в кафе, хотя могла бы спокойно посидеть в кафешке, но, блин, не хочу сидеть внутри, одна, что-то в машине тоже хорошо, буду сидеть тут, закрою только двери нахер, до конца вивиной стрижки осталось 20 минут, я таймер всегда ставлю, когда виву на стрижку отдаю, всегда таймер ставлю, но я думаю, что, короче, полтора часа собачку стригут, хочу научиться делать такие бутеры, по сути, что тут, тут яйцо, только я не могу понять, что за, как они это яйцо приготовили, зелень, вижу, есть, помидор, индейка, и лист салата, все, что ли, блядь, наверное, какой-то соус точно есть, майонез, может, короче, кто в курсе, может, кто-то из вас там работал, братья караваях, или разбирается, да, вкусовые рецепторы сильно развиты, хорошие, напишите, что здесь за ингредиенты, я знаю, что вот такие вот хлебушки, типа чабаты, да, или как они называются, они продаются, можно купить, и самому делать такие бутеры, очень даже прикольные, только не могу понять, что это за индейка такая, как такую сделать, она какая-то вареная, что ли, не разбираюсь, вижу какую-то зелень, но как будто бы это даже, что же это за зелень такая, яйцо точно в каком-то соусе, может, майонез даже, может, какой-то фирменный соус, хер его знает, хер его знает, я ничего не ела, как встала, и мне казалось, что я так сильно хочу есть, а вот сейчас ему, я понимаю, что я не могу уже, хотя у меня еще целая половина бутера, вот что я съела, больше не могу, можно ехать за Вивочкой, и там ее подождать, может быть, даже она пораньше закончит, не знаю, мне до нее сейчас ехать 6 минут, ну, поедем, что, а что тут стоять, еще и парковка платнее, а там я сразу припаркуюсь, и пойду ждать Вивочку, может, даже поснимаю чуть-чуть ее, если получится, но я обычно не мешаю, во время стрижки, потому что, если я стою, и смотрю, как Вивочку стригут, она, ну, может нервничать, наверное, как-то, не знаю, все, поехали к Вивочке, и там уже дальше карта покажет, как жизнь сложится, короче, я вам показываю, какой здесь трэш, в общем, мне нужно повернуть сразу после вот этого здания, где вот эти леса стоят, сразу надо повернуть, но не могу, потому что вот эта хрень, она там стоит, не повернешь, вот здесь тоже есть поворот, арка, но я туда тоже не могу заехать, и в итоге я даже здесь не могу стоять, потому что тут всякий строительный, там, мусор, не мусор, ну, короче, надо было мне туда вставать, я видела там место парковочное, но я его проехала, Я думала, ладно, сейчас тут где-нибудь Как-нибудь залезу, но нет Там еще сзади ворота И там типа какая-то частная территория Но там открыто все И там охранник, которого я уже второй раз вижу Он мне разрешает там развернуться Ну вот из-за этой ситуации Потому что тут обычно есть где развернуться И как проехать, да, и подъехать Прямо к самому салону Для животных, да Ну короче, охранник разрешает Мне уже второй раз там развернуться Я сейчас у него попросила Я говорю, ну можно я 15 минут постою, собачку подожду Ну, со стрижки Говорит, нет Я говорю, а чего у вас тут платная Или какая-то, ну типа частная территория Ну как бы просто все открыто Там, ну как бы не выглядит так, что знаете Вот нельзя 15 минут подождать Ну не могут сделать поблажку человеку Красивые девочки Че сложного, че жалкого Ну ладно, я понимаю Я все понимаю, потому что если они так будут Всем разрешать, то конечно все будут Вставать, а это ну Ну просто грустно Ну знаете, типа Я понимаю, что он Охранник, да, он не виноват Он выполняет свою работу Ему сказали не разрешать, не пускать Никому сюда Въезд не разрешен Вот все, он в принципе так и делает Никого не пускает, ничего не разрешает Я стою Я раскорячилась на всю дорогу Охранник, тут все равно Блин, не проедешь Поэтому я раскорячилась на всю дорогу Стою и буду ждать, когда мне скажут Что забирайте собачку Я сразу спрошу, сколько денег Пока сижу, перекину Побегу, заберу пса И быстро в машину Я не знаю, как выйти Потому что я раскорячилась реально всю дорогу Вот, посмотрите, как я раскорячилась Ну, потому что я даже припарковаться не могу сюда И даже если я припаркуюсь Я все равно не смогу прижаться Хотя бы как вот эта машина И, ну, если кто-то захочет проехать Как вот так Машины сходят делать Короче, вот эти леса Сюда можно проехать Видите, я проехала оттуда задом Мне так даже удобнее было Но только если вот тут покрутиться Вот такие зигзаги поделать Короче, в итоге еду задом Еду задом за собакой Потому что не хочу я там стоять Там уже выезжала машина Мне это было все неудобно Поэтому ничего, покрутимся, повертимся Сейчас напишу маникюр-педикюр Что, ну, чуть опоздаю Да, конечно, геморрой просто невероятный Если честно Но с такими камерами Похер его Все легко Мне они сказали, что у них есть какой-то другой выезд Поэтому я буду стараться выехать в другой какой-то выезд Так, и вот прям сюда я и встану Зато спокойно буду сидеть и не париться Так, я забрала Вивочку В этот раз ее подстригли по-другому Я скажу честно Ну, я сама сказала, что давайте так попробуем Но попробовали, честно, мне не очень нравится Морда Она стала похожей на вообще другую какую-то собаку Виев, посмотри на меня Ну, короче, не очень красиво Если честно Вот сама морда Виев, посмотри на меня Видите? Вот здесь, короче, все состригли И получилась морда вытянутая Я думала, будет, если честно, по-другому это выглядеть Ну, короче, странно вообще Пошли гулять Пойдем гулять На дачу поедешь? На дачу поедешь? Купаться будешь? Ой, блядь, ты куда собралась? Будешь тут сидеть? Короче, я расстроена Я расстроена У меня теперь страшная собака Теперь страшная собака у мамы, да? Ладно, мама тебя все равно любит Ну, просто вот, наверное, здесь многовато убрали У нее просто теперь морда квадратная получилась А я хотела, чтобы была круглая Но зато ушки круглые, смешные Но она их не хочет поднимать Пошли гулять Купаться пойдешь? Купаться пойдем? Так, иди к себе на место быстро Короче, сегодня просто капец Тупой день Машина закрыла проезд Я смотрю, конечно Но я здесь не проеду Как минимум я задену розетку Ту, которая валяется на полу Это только если выходить ее двигать Закрывать зеркала Мне кажется, он быстрее выйдет Я не знаю Ну, короче Ну, что же ты будешь делать? Так, ребят, сейчас 7 часов вечера Я уже сходила на маникюр Сделала красные ноготочки И на педикюр Так что теперь у меня свежак Очень радуюсь Очень радуюсь Потому что уже был трэш И самое главное Педикюр Не знаю, хорошо ли вам видно Тут даже подсветочка есть Ну вот Свеженькая, красивенькая Как всегда красная Зашла в квартиру Разумеется Сейчас мы уже поедем На дачу И показываю, как я убралась Помыла полы Все протерла Все полки Все, короче, протерла Тут теперь вот так Вот Такая вот у меня красота Здесь тоже все протерла Извешиваться уже не хочу Все Вот так Вот так Чистенько Уютненько Тут тоже все помыла Красивенько Белье развесила Балкон тоже весь помыла Короче говоря Молодец С одним словом Все помыла Протерла Тоже красивенько Все сделала В спальне, разумеется Тоже все помыла Протерла Тут особо показывать нечего Ванну, туалет Помыла Раковина Помыла Все, короче Ну, что рассказывать И так понятно Что все убрано Вот этот пакет Мы сейчас с собой возьмем Там вкусняшки какие-то Здесь тоже все помыла Цветочек Помыла Побрызгала Красота Просто красота Раковину здесь помыла Все, так что я со спокойной душой Могу ехать на дачу Ну, коридор, разумеется Тоже помыла Вот такая темнота, ребята Мы приехали на дачу Сейчас 10 где-то Да, 10.05 Мы приехали Вот уже подъезжаем скоро к дому Сейчас нам надо будет разгрузить всю машину Кучу Всего Вивочка пойдет гулять Ехали мы где-то час пятьдесят, наверное Но мы еще заезжали во вкусные точки Вкусно пожевали С картошечкой Так сказать, насладились Ну а так Уже темно К сожалению Очень жалко Ну тут прям вот воздух появился Свежесть Прям дачный бриз А вот и наш дом Не терпится увидеть травку Нашу Ребята Газон О-моё За, я сейчас буду писать на этот газон от радости Прям зеленый винт Да Круто получилось Очень круто Господи Вот там мы оставили машину Будем переносить все Но нам не терпелось посмотреть на газон Да-да Я уже бегу открывать дверь Одну минуту А тут хоть что-то вы И тут пошла И тут пошла, ребята Как я рада Тут вообще Не, ну тут тоже, конечно, есть О, класс Настроение Супер Так, вот то, что мы привезли с собой Из хороших новостей Все это не надо сегодня разбирать Нужно только парочку сумок разобрать с продуктами И там, где зубные щетки Ну, короче, такое Вот А все остальное Мы будем разбирать уже В следующих влогах Последнее, что я покажу в этом влоге Вам сегодня Из такого вот, типа, любопытного Это то, что я Сегодня взяла в магазине для Славы И его реакция Не знаю, надеюсь, он не против будет Мне уже не терпится проснуться Скорее и посмотреть днем на наш газон Поливать его В общем, я безумно рада, честно Все это будем разбирать уже с вами В следующих днях Все это гладить Раскладывать Это прям геморрой Да Я пока не знаю даже, куда это все поставить Куда это все деть Коробки с одеждой И сегодня я была в ТЦ Ну, ты и так знаешь Я уже в машинке говорила Что не терпится уже всучить тебе подарок И посмотреть, понравится он тебе или нет Я думаю, что он тебе, конечно, сто процентов понравится Но Ну, это просто мелочь Типа Волнуешься? Ну да, ладно, давай закрой Давай Давай Все, открывай Да Ты думаешь, что там трусы Но там нет трусы Это же то, что на улице Ну давай, раскрывай Даже подписчики еще не видели, что там Такая же, как у тебя уже есть, только серая Тут плохо видно Свет плохой Круто! Ну, штаны, разумеется Красота На Такая же что? Толя? Это тоже пижама А, и мне два в комплекте Да, потому что ты у меня бедненький, несчастненький Без пижамный Я рассказала, что твоя пижама Единственная, которая у тебя есть Она уже выглядит так, как будто бы она досталась тебе от твоего прадеда Да Ну, класс А посмотри этот-то Он еще, видишь, он не с рубашкой Я долго стояла, ломалась В магазине Будешь ты такое носить или нет Но качество у него очень приятное И, может быть, будет ощущаться, как будто бы вообще на теле ничего нет По ощущениям очень неприятное Но даже если ты не будешь носить кофту В любом случае штаны еще одни пижамные Это находка Вот, настоящая жена знает, что Знает, что не хватает моему мужа Спасибо Но это классный подарок Зайчик, он такие потные, вонючие Он такие счастливые Так что вот такие подарочки Короче, ребят, на этом заканчивается лог Поскольку мы уже приехали на дачу Этот влог у нас из Москвы был Поэтому продолжение смотрите по ссылке в описании Или просто ждите на ютюбе через сколько-то дней Спасибо, что смотрели этот влог Всех люблю, целую, обнимаю Всем привет Ты уже здоровался в этом влоге Ну, второй раз Может, кто меня в предыдущей части не видел Ну да, пролистнули, прослушали И подумали, что не всем привет, а пошли Любятся перекрутить И подумали, что я вообще с вами не приветлив Вообще не здороваюсь Ну, короче, всем привет и всем пока Да Муа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok